Житель солнечной Италии Доронце Пускуали родился в самом восточном регионе своей страны, Апулье. Но Самару считает не менее родным и солнечным городом, ведь здесь появился на свет его сын Антонио. Вместе с супругой жительницы Самары они давно живут на две страны. Так даже интереснее отмечает Доронце. О бассейне Хандре никогда не слышал и тем более не предполагал, что некоторые могут грустить в столь прекрасном городе. Здесь сегодня хорошая погода, почти как Италия, моя странница. Я очень рад сегодня быть здесь, хорошая погода. Сейчас буду гулять, отдыхать. По утверждению отдельных психологов, осенняя хандра – естественная реакция организма на смену биоритмов. К факторам ее появления относят недостаток солнечного света, простудные заболевания, конец летних отпусков и начало нового учебного года, что приводит к плохому сну, постоянной усталости и апатии, с чем далеко не все люди могут справиться самостоятельно. Они начинают унывать, они начинают страдать, демонстрируют, как им плохо, привлекать внимание этим образом. И вокруг них начинает формироваться такая мгла, скажем так, которую они ассоциируют со временем года, которая на самом деле, как я уже сказал, практически ни на что не влияет. Осеннюю меланхолию едва ли можно связать с неблагоприятными погодными условиями, продолжает практикующий психолог Роман Едаевкин. Скорее, это внутреннее состояние человека, и к любым жизненным переменам, в том числе и к новому сезону, нужно относиться с принятием. И потом, рассуждает специалист, в то время как одни наслаждаются сухой и теплой погодой, другим по душе дождь, романтично бьющий по подоконнику. Нужно организовывать свой быт, то есть самостоятельно регулировать свое настроение через события, которые сами себе мы создаем, через общение с людьми, которых мы хотим видеть, через какую-то организацию пространства, оптимизацию физических нагрузок, правильного питания, режима сна и бодрствования. Проще говоря, необходимо поддерживать активный образ жизни, заниматься спортом, встречаться с друзьями, принимать побольше витаминов и одеваться по погоде, чтобы не было ощущения дискомфорта. Впрочем, как выяснилось, большинство самарцев этим нехитрым правилам все же следует. Много пью чая, пью чай с лимоном, отдыхаю, провожу время с любимыми, вот так вот спасаемся. Прогуливаюсь по улице, в сквер в какой-нибудь сижу. Я смотрю турецкие сериалы, услышь меня. Сладкое. Много сладкого. Да. Можно что-то покрепче. Крепче кофе вы, наверное, имеете в виду, да? Да, да, да. Именно его. Смотреть фильмы с летом, с летним настроением. Чаек и хороший человек рядом. В том случае, если вы не в состоянии справиться с чувством подавленности самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту за психологической помощью. Вполне возможно, что грусть и апатия, следствие более серьезных проблем с организмом, совершенно не связанных с переменой сезона и внезапными холодами. Ну а погода, по последним прогнозам синоптиков, наш солнечный город еще приятно удивит. Пусть не итальянской жарой, но температурой воздуха до плюс 24 градусов абсолютно точно. Ольга Павлова, Константин Головин. События.